Здарова всем, друзья! С вами, как всегда, Гостер, рад приветствовать вас на новой серии шоу Привет, Президент, в GTA 5! В этом шоу мы с вами играем за наемного убийцу, а наша с вами цель это самый охраняемый человек в Лос-Антосе, Президент. В начале каждой серии нам выдается определенное количество денег, например, 150 тысяч долларов, как в сегодняшней серии. На эти деньги мы с вами должны закупиться всем необходимым для этого убийства. То есть купить машину, затюнинговать ее, сделать броню, плюсом к этому купить себе оружие, патроны и так далее. Короче, пунктов очень много, которые мы должны с вами проработать. И вот в сегодня, ребятки, у нас с вами новенькое задание. Новое интересное задание, достаточно сложное задание, но при этом уже в кармане у нас 150 тысяч долларов. Ну что, друзья, с самого начала этого ролика, как всегда, хотел бы попросить вас не забывать ставить лайки. Давайте, ребята, прямо сейчас, если вам нравится эта рубрика, не забудьте поставить лайк, потому что у вас это займет всего лишь пару секунд, а я увижу, что она вам реально заходит и запишу для вас еще один такой видосик. Обязательно уже в скорое время. А также не забывайте подписываться на канал, нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики у меня на канале. Ну и, конечно же, пишите в комментариях ваши идеи для следующих роликов. Да. Пожалуй, будем начинать. Вы, наверное, заметили, что я уже смотрю на одну интересную машину. Это Toyota Supra, но она затюнингованная просто в хлам какой-то. Ну, в плане, она реально жестко затюнингованная. Такая тачка обойдется очень дорого, даже несмотря на то, что она с вами, так, 150 тысяч долларов, точнее. Даже несмотря на это, тачка все равно будет очень дорогой. Сегодня вообще офигенный набор, все дорогие тачки, вот реально, просто капец. Не считая вот эту машину, она не такая прям дорогая. Это у нас М3, по-моему... Так, Е36 кузов это, по-моему, да? Е36? Да, это Е36 100 проц. Вот. И вот эта Supra не очень дорогая. Короче, я буду покупать М3. Я думаю, будет неплохо. Это Бэшка, ребята. Затюнингуем ее с вами, посмотрим, что из нее получится. Потому что, как я вижу, она кастомная. То есть, она уже выполненная в тюнинге, в таком неплохом. Так, обойдется она нам с вами примерно... Ну, знаете, я думаю, что где-то в 20 тысяч долларов. Ну, давайте сделаем 25, с учетом того, что здесь стоит какой-то тюнинг. 25 тысяч долларов за такую машину, это вполне себе неплохая цена. Воу! Вполне себе неплохо едет. Ладно, отправляемся в тюнинг от Илье. Уже маленько распробовал машину. Могу сказать, что она реально очень крутая. А, так это V8 Biturbo. Нифига себе, какая там тачка-то неплохая. Так, уже где-то успел врезаться на 100 долларов. Ну и давайте будем начинать. Сегодня задание, ребята, будет, насколько я знаю, сложное. Ну, то есть, там будут свои некоторые нюансы, которые мне уже озвучили. Я их, ребята, записал. Эти нюансы мы должны будем с вами соблюдать. Поэтому тачку, я думаю, мы с вами прокачаем неплохо. Так, давайте прокачаем примерно на 80. Да, давай, наверное, даже... Нет, давай на 80. На 80% прокачаем. Так, сделаем тормоза себе. Наверное, тормоза, тормоза, тормоза. Будем делать? Нет? Ну, так, ладно, ставим тормоза на потом. Подумаем еще. Вау, тут у нас тюнинг есть какой. Ох ты, посмотри-ка. Ну-ка, стой, 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 стой. Мы с вами можем решеточку радиатора поменять. Блин, ну это, конечно, это вообще уже просто капец. Блин, это адово. Ставить тюнинг в такой рубрике. Ну, мы это сделаем, пожалуй. Слушай, мне нравится. Так, давай здесь что-нибудь тоже посмотрим. Так, это у нас каркас. С сидениями, да, хорошими. Каркас бы я поставил. Каркас это нормальная тема. Тут разница всего 75 долларов. Поэтому я поставлю, пожалуй. Двигло еще лучше можно поставить. Я не знаю, куда лучше. Но нам предлагают. Поэтому ставим с вами... Так, сколько у нас там стоит, интересно? Так, так, так. Турбонадув, турбонадув. 12 турбонадув сразу же ставим. 100%. Пригодится эта тема. Так, и давай двигатель тогда тоже чипанем. Ой, даже не чипанем. Мы просто поставим себе реально крутой двиглец. Вообще, реально. Ух, нифига там трубы. Так, ну вот эти неплохо выглядят. Слушай, давай. Вот реально, ребят, я просто ее тюнингую. Таким образом. Мне кажется, это будет прикольно. Так, капот. Капот. Давай капот таким сделаем. Кстати, он открытый, типа, чтобы не перегрелся. Все дела, да. Ну, хотя на самом деле нет. Просто понт. Так, фары менять не будем. Номера. Да, номера, в принципе, тоже. Крыша. Что у нас по крыше тут получается? Так. Ну, давай поставим. Ребят, вы, наверное, будете в комментариях там просто на меня ругаться, что я делаю такие тюнинги на эту машину. Но, блин, ребят, я не знаю, мне нравится. Просто я хочу попробовать хоть одну тачку в этой рубрике затюнить нормально. Причем тут тюнинг, как бы я бы не сказал, что он прям такой очень дорогой. Так, подвеску мы с вами занижать не будем. Это вообще никак не нужно в данной рубрике. Трансмиссию. Трансмиссию тоже не буду менять. Дорого уже. Все дорого, дорого, дорого. Стекла. Давай затонируем. Стопроц. И колеса, короче, колеса мы с вами сейчас сделаем улучшение. Так, пулестойкость. Вот так вот. Отлично. Ну, давай все-таки, наверное, трансмиссию поставим. Ну, что, растюнинговать? Так, тюнинговать, блин. 20 тысяч долларов, ребята, выбрасываем. Еще. И выезжает. Ну, просто реальный дрифт-корч какой-то. Я вот на этом буду ездить, да, теперь в этой рубрике. Блин, это первая моя крутая тачка в этой рубрике. Ох, капец она как... Ребят, ну ее просто дергает вообще. Я не знаю. Тачка, тачка просто адовая. Вы посмотрите на этот двиглец. Ребят, я хочу вам сказать о том, что эту тачку копы вообще навряд ли догонят, потому что разгоняется она просто капец как быстро. И максималочка у нее, я даже еще не затестил максималку, но максималка там, по всей видимости, заваливает даже за 300. Вы, кстати, наверное, заметили, что сегодня я в таком вот костюмчике. Пожалуй, сегодня в нем мы с вами и будем выполнять нашу операцию. Мне нужно сегодня будет, скажем так, маленько замаскироваться, так как задание тоже будет такое, знаете, на публике. Так, ну и что, начинаем с вами уже потихонечку покупать. У меня сразу же стоит тяжелый броник, поэтому я вычитаю минус 2000 долларов его цену, скажем так, да. Так, идем дальше. Так, 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 давай, короче, посмотрим. Я думаю, что пистолет в любом случае пригодится. Но вот какой, конечно, какой. Вот бронебойный будет самый классный на самом-то деле. Плюсом, если на него поставить еще глушитель и... Вау, какая раскраска-то, блин, капец. Ну, давай поставим такую, на другую у меня, блин, не хватит денег. Так, давай поставим, короче, себе патрончиков. Ну, а так вот нормально. Так, это ничего не будем брать. Так, тяжелый пистолет. Так, 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 так. Капец, у сколько всего, слушай. О, кавалерный кинжал. Так, нож. Давай возьмем... А, кавалерийский. Кавалерийский. Давай возьмем кавалерийский кинжал. Пригодится, в принципе, я думаю. Так, что здесь можно взять? Я думаю, что в основном сегодня работать будем с вами на близкой дистанции. Да, это одно из основных ключевых сегодняшних требований к нам. Поэтому нужно взять что-нибудь скорострельное, быстрое. Например, вот это. Вот эта штука мне очень сильно понравилась в прошлой серии. Достаточно классная, реально, пушка. Так, возьмем патрончиков просто на тебя побольше. В целом-то больше-то ничего не надо, наверное, на нее брать. И еще я бы взял на самом-то деле... Так, давай попробуем... Давай попробуем себе взять, короче, Томпсона. Хорошая пушка, на самом деле, я думаю. Так, и поставим в большой емкости магазин. Так, черную же светку не будем. Тут, в принципе, патрончиков просто подзакупить. Так, дальше, дальше, дальше. Смотрим, что у нас тут еще есть. Само собой, будем брать дробовик. Так, дробовик я буду брать тогда уже штурмовой, да? Штурмовой будет лучше всего. Патронов побольше, побольше. Так, магазин. Воу, емкость большая. Нифига себе, вот это хорошо. Так, и глушитель на него можно поставить. Отлично, блин, слушай. А на другие там глушители не ставили. Мы с вами купили тут столько пушек всяких. А глушителей я, походу, не поставил. Так, вот здесь вот есть глушитель. Здесь нет глушителя. Так, а вот здесь... Здесь глушитель. Глушитель... А, тут встроенный глушитель. Точно, тут, по-моему, встроенный глушитель, да? Так, 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 так. Означим глушителем, да. Все отлично. Так, давай купим пару гранаток, штучки. Давай пять штучек купим. Купим себе бомб-липучек. И опять бензина, который в прошлой серии мне очень сильно помог. У меня, кстати, остаются деньги еще. Деньги остаются. В принципе, на них даже смысла покупать что-то еще нет. Можно побаловаться. Купить себе, например, бульдог. Давай, это мы и сделаем. Гранаты у нас имеются уже. Поставим рукоятку, фонарик. Прицел. Ну, блин, слушай. Да, это уже реально баловство. Это я, конечно, просто так его взял. В принципе, мы с вами могли закупиться на более лучшее оружие. То есть, посмотреть вообще дорогющие пушки. Но, ребята, я думаю, что не стоит. Нам и этого вполне себе должно хватить. Как вы понимаете, все равно сейчас у нас будет с вами сумка, чтобы все это барахло перетаскивать. Это уже такое, знаете, небольшое пальво. А чем больше оружия, тем больше сумка. И тем больше, опять же, пальво. Ну, а что, друзья, мы с вами уже подъезжаем к месту. Что, сейчас посмотрим вообще, что у нас там такое происходит. Где же у нас стоит наш президент. Ох ты, блин. А я вот не знаю, на такой машине я очень сильно буду политься или нет. Давай попробуем чуть-чуть проехать. Вот так вообще просто аккуратненько посмотреть. Че, кого, как бы, как дела. Блин, что такое здесь? Че так много здесь людей? Так, тихо, тихо. Не привлекаем внимания. Тут еще и гонки можно провести, чтобы вы понимали. Мы с вами просто вот так вот проезжаем. Аккуратненько. Мы ни в чем тут не участвуем. Мы просто приехали так на разведку. Хотя тут же гонки вон проводят. Да, мы просто приехали, думали, что тут гонки проходят. Мы не знали, что президент выступает. Кстати, вон там он стоит. Я его уже увидел. Здорово, президент. Че там делаешь? Я его даже не вижу, как бы. Точно, где он находится? А, не, вон, вон, вон. Все, я понял, да? Там трибуна. Отлично. Так, мы с вами, короче, ребята, прячемся. Знаете почему? Тут снайперов я заметил очень многовато так-то. Еще и охраны здесь тоже, хоть убавляя, как говорится. Поэтому давайте-ка мы с вами лучше куда-нибудь заедем. Например, вот сюда. Да, отличное место. Слушай, отличное место. Никто, я надеюсь, меня не спалит. Так, в руки нож. В руки нож. Ничего крупного не достаем. Сейчас аккуратненько зайдем сюда. Так, эй-эй-эй. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Я, блин, его не заметил. Он меня чуть не спалил сейчас. Так, давай-давай-давай, аккуратненько. Аккуратненько пробегаем. Давай сюда. Разведочка. Разведочка полетела. Так, и здесь у нас есть кто-то? Нет? Так, давай, перелази. Перелази. Так. О, блин. Так, еще есть чуваки. Так, давай-давай-давай. Проходим-проходим-проходим. Аккуратненько. Аккуратненько. Господи, сколько же их здесь. Че за жесть? Так, давай. Какого фига я, ребята, не хочу, чтобы меня сейчас запалили? Так, давай. Получается вроде как. Слушай. Э, блин. Э, блин. Так, чуть не вышел на него. Так, не-не-не-не-не. Не-не-не, там еще один, там еще один. Нет, возвращаемся обратно. Возвращаемся обратно таким же шагом. Я сюда не пролезу. Так, уже взял тачку, чтобы уезжать, короче. И тут вдруг заметил, что тут же еще есть один проходик, да? Интересный. Рядом с кустиками. Вот такой вот проходик, который вроде как хотя бы не так сильно палится. Во-во-во-во-во. Да-да-да. Отлично. Отлично. Давай. Давай, проходим. Проходим. Так, а мы... Мы можем, в принципе, тут-то спокойно ходить. Это же обычная зона, да? Как бы. Но все равно. Все равно. Тогда убираем нафиг оружие. Так, оружие убираем. Ой-ой-ой-ой, капец. Капец. Самое лучшее место, походу, чтобы президенту стрелять. Он стоит вон там, вот спереди. Давайте я вам покажу, как бы, чтобы было точно видно, чтобы вы все понимали. Привет, блин, президент. Единственная проблема, у меня как бы оружие ближнего боя там, я вам помните, про это говорил. Тут везде снайперы, посмотрите. Уже просто смотрел всю территорию вот таким вот образом, чтобы вы понимали наш квест. Все очень-очень плохо. И мы находимся с такой не очень выгодной, с не очень выгодной позицией. Хотя, в принципе, здесь же можно пролезть, наверное, да? Здесь можно пролезть и перебежать вон туда. Давай попробуем. А, нет, там снайпер. Ну, нет, не получится. У меня просто последний, самый рабочий способ, который я единственный сейчас смогу, ребята, опробовать, это убить президента реально прям, ну вот, впритык. То есть сейчас подойти вот таким вот образом, вот таким вот образом сюда зайти в толпу, как бы встать, там, все дела. Вы издеваетесь? Вы хотите устроить драку прямо здесь? Вы что, больные, что ли? Вы посмотрите, на меня толпа сагрилась. Вот они идиоты, слушай. Вы хотите, чтобы я вас сейчас убил, да, троих? Вы просто шикарные чуваки. В курсе то, что нас просто самих убьют потом. А, ну, короче, короче, понятно, по всей видимости, нифига у нас не получится. Так, все, убили, убили. Варим, 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 варим. Давай, 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 давай. Да пошел нафиг. Так, в машину. В машину, быстрее. Давай, садись. Так, я умру сейчас, походу. Нет, успел. Поехали. Мое хп, мое хп, давай быстрее. Давай, 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 проезжаем, проезжаем. Блин, на странном лимузине просто. Я вообще так не планировал. Это, это ненормально. Так, да иди нафиг. Иди нафиг. Так, давай, вылазим. Вылазим, вылазим. Бежим, 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 бежим. Да, блин, вы достали. Чуваки, вы достали. Все, садимся. Едем. Так, давай. У меня бронированная тачка. Да пошли вы нафиг. Все, поехали. Ребята, просто поехали. Кстати, тачка похожа на бэшку из МФС. Вы заметили? Я только раскраску бы поменять маленько. А сам тюнинг вообще классно выполнен. Так, вперед. Давай, давай, давай. Давай вот так вот слазим отсюда. Вот таким вот образом. Все, мы внизу. Так, о, здравствуйте. Еще у нас бегут молодые люди с этого мероприятия, да? А, я себе купил бронебойный пистолет, поэтому, чуваки, я вот сейчас буду нормально так убивать. Блин, слушай, это очень неплохо. Воу-воу-воу. Буханка? Так. Они сейчас будут у меня колеса пытаться продырявить. Ну да, тут раз такая, знаешь, типа, неудобная в этом плане. Воу! А как тебе такой ударчик на моей бронированной БМВ? Блин, пол это ему, пол кабины снес. Сейчас, ну, нифига себе. Это было очень хорошо. Здрасте, вы что-то снимаете, блин? Давайте, побежали, побежали, побежали. Так, все, ребят, короче, надо сейчас гнать. Примерно нужно найти какое-то место интересненькое. Так, давай запустим вот сюда вот слезем. Воу! Нет! Нет, 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 нет. Я упал. Я не хотел сюда слазить, ну, да, ладненько. Поехали просто вот таким вот образом. Что-то вы долго в этот раз соображали. Звезды накинули только сейчас. А это означает, что у нас, в принципе, была возможность уже уйти от них. Да, если бы я не тупил. Да, блин, капец, да вы издеваетесь. Так, давай, для этого я взял гранату. Вот тут пригодится. Так, давай. Взрывайся. Быстрее, блин! Пошел нафиг. Все, красава. Проезжаем. Проезжаем. Так. Воу! Пошли нафиг. Пошли нафиг. Омоновцы приехали, блин, вдвоем такие заворачивают. Да иди нафиг отсюда. Вот таким вот образом. Все, проехали. Вперед, погнали. Давай, 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 давай. Вот таким вот образом. Отлично. Воу! Блин, еще едут. Еще едут ОМОНовцы. Ого! Город-то у нас перекрыт. Ты посмотри, однако. Нифига тут нету. Так. У меня есть хорошая идея. Я так полагаю, контролировать мне будет очень жестко. Единственный варик, который я сейчас вижу, ребята, это наш стандартный варик. Воу-воу-воу-воу-воу. Укрываться где-нибудь под землей. Так. В доме я укрываться не буду. Не шибко хочу. Да отвалите вы! Ах! Ну, блин, нормально, да? Нормально точку уже покоребала. Но, в принципе, в принципе, еще едет. Ладно, хорошо. Поехали, короче, ребята, спрячься в канализации. Я думаю, что это реально офигенная идея, которую можно сейчас опробовать. Ой, блин, а трасса-то у нас не перекрыта, как я вижу. Тут все равно машины ездят. Вот это сейчас будет очень удобно. А, нет, все, проехал. Проехал так. Ну и че? Ну и че? Давайте догоня... Догоняйтесь, хотел сказать. Я сразу же врезался. Нормально, да? Так, давай вот сюда. Оп! Ах, блин. Ну, хорошо, что тачка бронированная. Вообще, просто шикарно. Не очень удобно гонять. Ну и тут уже, короче, не будет у нас с вами проблем оторваться от копов. Я это вам гарантирую. Блин, вначале меня чуть просто не убили. Вот там просто уже было на таком мизерном количестве хп, что если бы пару выстрелов, может, выстрелы 2-3, я бы точно умер. Это, ребята, просто капец. А если бы...